так доброе утро дорогие друзья доброе утро и мы продолжаем изучать тору шавуатов так вот на всех наших каналах мы изучаем тору так шавуатов шавуатов сегодня первый день недели начинаем изучать главу кстати торы я сейчас мы не проводим уроки по недельной главе я не провожу но сейчас началась глава лех леха очень важная глава это о том как бог соединился с авраам с прадцом авраам очень прямо замечательная глава интересно что вся жизнь в мире идет она как-то связано с главами торы и вот в этой недельной главе интересно что авраам он спускается в египет и в египте у него забирают сару жену потом ее в плен и бог фараону говорит отпусти ее и фараон и отпускает и я думаю что мы на этой неделе мы увидим как заложники вернуться домой потому что все идет по торе и в этой недельной главе взяли сару можно сказать заложники фараон забрал ее и он и отпустил значит и отпустят на этой недельной главе заложники посмотрим я так думаю и об этом молюсь и чтобы в заслугу нашего ворока торы чтобы отпустили всех этих невинных людей именно об этом сейчас нужно везде писать и говорить если бы хамас отпустил 200 человек заложников то конечно бы на этом моменте ну хотя с другой стороны то что они сделали 1400 не убили невинных людей то есть они себе конечно это маньяки то есть пока без они будут уничтожены все это не закончится но интересно что в прошлой недельной главе было написано что наполнилась вся земля хамасом то есть хамас по торе переводится само слово хамас это насилие но насилие под красивым лозунгом это очень важно вот то что была недельная глава новых там была наполнилась вся земля хамасом раф шимшан рафаэль гирш он говорит хамас это грабеж и насилие но скрытая красивыми лозунгами вот так что и что сделал всевышний всевышний стер весь мир тогда оставил одного ноха почему потому что весь мир он поддерживал хамас он поддерживал вот этот вот грабеж узаконенный грабеж и это конечно то что сейчас происходит мире мы видим сейчас идет как раз разделение кто за всевышнего кто за добро кто за истину а кто за узаконенный грабеж хорошо друзья значит но всевышнего слава богу много возможностей весь мир его и всевышний всем добрым хорошим людям обещал что все будет хорошо а злодеи все конечно рано или поздно они будут с этого мира стерты поэтому мы в это верим знаем и все будет хорошо и поэтому мы увеличиваем добро сегодня у нас 16 урок на тему 16 урок у нас на тему благодарность благодарность которая является ключом ко всему хорошему и неблагодарность является ключом ко всему плохому нытье неблагодарность поэтому мы ныть не будем а будем всевышнего благодарить правильно будем благодарить Всевышнего и сегодня мы узнаем как именно мы будем его благодарить 16 урок значит говорит, сегодня очень важный урок практически много очень практических вещей, поэтому все, сосредоточились, я советую записывать те инсайты, которые вы получите и потом это использовать в своей жизни и так значит, сегодняшняя тема урока, он говорит память о добре, память о благах значит, Рав Шалмаруш говорит, что помнить о добре Всевышнего который он делал человеку это повелевающая заповедь Торы, откуда он это берет что есть действительно повелевающая заповедь, помнить о том как мы вышли из Египта и прям сформулировано это так, помни весь путь который вел тебя Господь Бог твой вот уже 40 лет по пустыне, питал тебя маном, одежда твоя не ветшала и так далее то есть в Торе есть повелевающая заповедь помнить о выходе из Египта значит, помнить о выходе из Египта и он из этого учит, что не только о выходе из Египта надо помнить, а о всех тех благах, которые были значит дальше он говорит такую вещь тоже интересную что народ Израиля существует тем более сверхъестественное наше существование здесь, в земле Израиля каждое мгновение относительного покоя здесь, это поразительное великое чудо ради каждого нашего спокойного дня Всевышний переворачивает миры то есть мы видим, что вообще духовно и материально это же как они в противоречии да, то есть духовно и материально они находятся это разное и вся как бы жизнь человека это победа над материальным и выбор духовного выбор духовного в каждой ситуации животное тебя ведет в одну сторону а ты интеллектом выбираешь идти в сторону своей души теперь в существовании народа Израиля земля Израиля это это как раз вот это вот как бы место вот этой борьбы между духовным и материальным в мире то есть это такой индикатор да Израиль это в принципе индикатор Израиль Яшарлиэль народ, который Всевышний назначил народом священников и как раз значит вот был Авраам Ицхак Яков Яков стал Израилем и как раз вот мы наблюдая за тем что происходит с Израилем мы видим как в мире обстоят дела с присутствием Всевышнего и чем чем Израиль находится в большей яме тем прямо средневека средневековье это было помните самое тяжелое для Израиля Израиль изгнали из Израиля из земли Израиля и средневековье такая темнота 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 потому наступает возрождение 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 оп и Израиль появляется да и вот сейчас как раз мы пришли к заключительной заключительной знаете как есть пьеса заключительная вот уже прям кульминация пьесы И сейчас в Израиле должен проявиться Машиах, все должны тут собраться, все ждут прихода Мессии, что наконец-то уже пришло то время, когда кульминация, сколько 3000 лет существует Израиль, кульминация его проявления в этом мире. Вот мы сейчас находимся на кульминации, очень интересно. Теперь есть в Сидуре после молитвы, в Аштинаском Сидуре 6, 6 зихранот это называется, 6 вещей, которые мы обязаны помнить, да, то есть Бог в Торе написал помни, 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 помни. В Идутом Израиле есть 10 зихранот, они как бы 10 есть вещей, которые нужно вспоминать каждый день. И говорит Рав Шаламар Аруш, что эти 10 вещей нужно не просто вспоминать, а нужно каждый день за них благодарить, очень сильно за них благодарить. Сейчас мы эти 10 вещей перечислим. Значит, если вы принадлежите к народу Израиля или хотите принадлежать к народу Израиля, то тогда это вас тоже касается. Если же вы не принадлежите к народу Израиля, то вы можете каждую из этих 10 вещей каким-то образом подумать, а за что вы можете, похоже, благодарить Всевышнего. Первое, выход из Египта. Помнить обладе, сделанном нам Всевышним, ибо, то есть это первое, выход из Египта. Значит, это была квинтэссенция, кульминация проявления Всевышнего в этом мире. 10 египетских казней, раступилось море, все это было знамениями, чудесами и так далее. То есть этим Всевышний доказал всему миру и еврейскому народу, который это запомнил и должен нести это прямо, вспоминая каждый день десятки раз. У нас все, вся молитва, все, 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 все праздники в памяти исходя из Египта. То есть это было доказательство, это было свидетельство, это была печать, что Всевышний не только сотворил мир, но и участвует в жизни этого мира. Об этом надо вспоминать каждый день. И когда мы спрашиваем, а как будет, как будет вот последнее вот это вот избавление, как придет Маше, как будет третий храм, то мудрецы Торы нам объясняют, так как было, так и будет. Так как было, так и будет, значит и будет точно так же, как было при исходе из Египта, значит чудесами. То есть мы сейчас увидим какие-то десять казней, которые будут на Хамас, и значит море раступится, и что-то будет вот такое вот удивительно-удивительное. Второе, память о субботе. Значит, когда мы вспоминаем о субботе, мы, то есть суббота, она является знаком союза. Это как бы самая знаковая заповедь, вот есть заповеди знаковые и незнаковые. Насколько суббота это знак союза, что прямо написано, что если бы еврейский народ две субботы соблюдал подряд, сразу бы пришел Маше. То есть это знак союза, и еврей, который не соблюдает субботу, он как бы отрицает, что Бог сотворил мир, что Бог управляет миром, и это очень важно. То есть если вот кто-то меня слушает сейчас, евреи, которые хотят, вот у них проснулось, они хотят действительно соединиться со Всевышним и внести свой вклад в исправление мира, обязательно попробуйте два шабата подряд, до солнца, до выхода звезд, соблюдать шабат по закону. Как принят, как вот есть законы соблюдения шабата, попробуйте соблюдать шабат. Вы увидите, это удивительно, у меня есть одна родственница, у нее был рак, болезнь вот эта, которая от нее умирает, врачи сказали, что нет раввину, и она ему говорит, что мне делать. Он говорит, смотри, если тебе сказали никаких шансов, то у тебя есть один шанс остается, это Всевышний. То есть как бы, если врачи говорят, нет шансов, значит больше не на что надеяться, только Всевышний-то есть. Она говорит, а как, что мне, как мне со Всевышним быть? Он говорит, значит, начни соблюдать шабат, это знак союза, и она говорит, вот я все, ну выхода нет, я, значит, первый шабат я соблюдаю, и к середине шабата у меня, как говорит, ну что-то вот произошло такое глобальное изменение в моем мировосприятии, да? Ну, она описывает, как покой наступил, я успокоилась, отпустила, уже умру, не умру, неважно, то есть я уже со Всевышним. И что интересно, эта история была, знаете, сколько лет назад, 22 года назад, она выздоровела, она после этого вышла замуж, ее дочка после этого, потому что, когда с мамой такое чудо, стала религиозной, вышла тоже замуж, то есть у нее дети, внуки, все, это сила шабата. И вот помнить о субботе, это как раз и есть, но не просто помнить, здесь мы говорим о том, что нужно каждый день помнить и благодарить. Третье. Память о мании. Значит, Всевышний, когда эвелестный народ вышел из Едипта, он его вел к земле Израиля. Получили Тору на 50-й день после выхода из Едипта, но не зашли в землю Израиля. Почему не зашли? Боялись, боялись, вот это жаловались, боялись, плач без причины. И из-за того, что они плакали без причины 9-го ава, то поколение не зашло в землю Израиля. И Всевышний сказал, значит, вы недостойны, после всех этих чудес вы недостойны, значит, ну, то есть вы не можете, нет у вас веры, нет у вас, то есть чудо вас не сделало верующими людьми. То есть вы все равно в любой стресс, любая неприятность, вы все равно падаете и кричите, все, верни нас Едипет, все, мы не хотим ничего. Он говорит, 40 лет вот это поколение умрет в пустыне и вырастет новое поколение, которое уже будет верующими. Но Всевышний сделал интересную вещь какую, да? Он говорит, 40 лет вы будете кушать маном, и доза мана будет выпадать на один день. Чтобы вы поняли такую вещь, что даст Бог день, даст Бог пищу. Даст Бог день, даст Бог пищу. Чтобы каждый день микро вот этими дозами вы укрепляли свою визу. И то, что каждый день, вот они съели еду, нету на завтра что кушать, и утром выпадал ман. Чтобы они поверили и привыкли к этой мысли, что даст Бог день, даст Бог пищу. Не надо волноваться за завтрашний день. 40 лет была тренировка, да? Так вот, третье, о чем нужно вспоминать и благодарить, это память о мане. Но если мы посмотрим на свою жизнь, мы можем сказать то же самое. Что всегда Бог до сегодняшнего момента волновались, мы не волновались, копили, не копяли. Вот, почему-то Facebook выбивает. Так, может быть вот так мы сейчас сделаем, чуть по-другому. Подвинем. Так, секундочку. Значит, сделаем вот так. Отлично. Значит, за ман благодарим и благодарим за то, что нам Всевышний дает пищу каждый день. Четвертое. Память об Амалеке. Когда в Евресте народ вышел из Египта, то на него сразу напала Амалека. Это был народ злодеев, такие, знаете, как силы зла, черная магия, которые, вот, именно они как раз и являются источником зла в этом мире. И они напали на народ Израиля сразу же. И в каком момент они напали? В момент, когда народ Израиля спросил, есть ли Бог среди нас или нет. Когда человек заражен неблагодарностью, он не замечает благо, которое ему посылает Всевышний. Он замечает только то, что ему не хватает. И в этот момент эта неблагодарность, она и выражается в отсутствии веры. И вот в момент, когда евреи тогда сказали, есть ли Бог среди нас, в этот же момент пришел Амалек, напал и, значит, и нападает каждый раз. Когда мы спрашиваем, есть ли Бог среди нас, в этот же момент приходит Амалек. Это было на протяжении всей истории еврейского народа. Но вот тут его, как бы, его хидуш, да, его, как бы, инсайт, Равшаламаруш, он говорит, не отсутствие веры, причина нападения Амалека, а отсутствие благодарности, которая является причиной отсутствия веры. А потом уже приходит Амалек. То есть человек, который благодарен Всевышнему, он верит, что есть Всевышний. Он видит это, он не то, что верит, он знает. Он говорит, все добро, которое у меня есть сегодня, моя жизнь, мое здоровье, моя еда, все, это все от Всевышнего. Как же тут можно не верить, если я вижу, что все от Всевышнего. Теперь, ну если я становлюсь неблагодарным, и я говорю, мне не хватает, мне не хватает, мне не хватает, где Всевышний? Так, тогда это отсутствие веры, и тогда приходит Амалек. Теперь, пятое, о чем нужно каждый день помнить и благодарить Всевышнего, это дарование Торы. Если бы не было Торы, то тогда мы вообще бы не знали бы. Вот мир говорит, вот что такое там еврейский народ. Весь, вообще вся мировая, вот сегодняшняя нравственность, мораль и так далее, все это базируется на Торе, которая потом стала, 2000 лет назад, стала Библией восприятия миллиардов христиан, и которая стала Кораном в восприятии мусульман, потому что Коран мусульманство вознило 1400-1500 лет назад, христианство 2000 лет назад, а Тора 3350 лет назад, и то, что рассказывается в Торе, потом перешло в христианство и мусульманство. Теперь, значит, поэтому дарование Торы, это то, за что нужно благодарить каждый день. Шестое. Нужно помнить, как сердил ты Господа Бога твоего в пустыне. Значит, написано, что 10 раз народ Израиля выступал против Всевышнего и сердил его в пустыне. Все Всевышний прощал, кроме того, что они не захотели зайти в землю Израиля. Там это был вообще пустой плач, вообще без всякой причины. То есть, пришли разведчики и говорят, лошанра, злоязыче на землю Израиля. Мы не зайдем. Почему? Там люди большие. А мы были в их глазах, смотрите, как они сказали. Мы были в их глазах, как кузнечики. Вообще, откуда ты знаешь, какой ты был в их глазах? Ну, как ты можешь знать, как ты выглядишь в глазах другого человека? При этом мы знаем потом, через 40 лет, когда все-таки подошли уже сыны Израиля после пустыни к земле Израиля. И Рахав, которая была, значит, из города Иерихо, она сказала, она говорит, мы 40 лет назад были от страха просто размазаны. Потому что мы слышали о исходе из Египта, о чудесах, которые делал Бог. То есть, по факту, сами вот эти вот жители Кнаана, они были в диком ужасе. А что думали, пришли разведчики, 10 говорят, мы не зайдем. Двое говорят, и ушел Абинун и Калеб. Мы зайдем, победим, Бог с нами, не мы же воюем. Бог с нами, смотрите, мы уже до сюда дошли. Море раступилось, 10 казней, все, как мы можем бояться. И вот народ сидит, о ней мы не победим, мы боимся, мы боимся. Это был плач в пустую. Вот так человек, который говорит плохо о своем будущем. Человек, который боится, что будет плохо. Пессимист. Он, в принципе, выступает против Всевышнего. Он конкретно выступает против Всевышнего. Он подозревает Всевышнего, что Всевышний сделает ему плохо. У него нет никаких оснований. Будущее, никто не знает будущего. Никто не знает будущего, потому что будущее зависит от того, что мы сегодня будем думать, решать и делать. А то, что мы сегодня будем думать, решать и делать, зависит только от восприятия каждого из нас. Значит, нужно помнить об этом, что больше всего гневали Всевышнего не ропотом, жалобами и нытьем. Это и есть самый главный враг любого человека. Это внутренний пессимизм, внутренние вот эти вот жалобы, негативизм, очернение и так далее. Дальше нужно помнить о том, что Балак и Белям, они пытались, они пытались там всеми путями возможными выступить против народа Израиля, но у них ничего не получилось. Всевышний защищал народ Израиля от самых страшных нападений. Это очень важно помнить сейчас. То есть, что бы ни было, на сегодняшний день народ Израиля борется за правду, за свое существование. И, значит, поэтому, конечно, мы должны знать, точно верить, как и помнить, и благодарить, как Всевышний спас во времена Беляма и Балака, так же он спасет и сейчас. Восьмое. Помнить о поступке Мириам. Значит, Мириам была родная сестра Машера Бейну. Она была праведница, невероятная. И она всего лишь один раз сказала, что Машера Бейну, может быть, может быть, может быть, значит, они Машера Бейну как-то себя чуть неправильно ведет. Она ничего плохого не сказала, в принципе. Всевышний говорит, как ты можешь так плохо о нем говорить, и Мириам на семье заболела проказой. То есть, у нее пошла проказа. Мы должны об этом помнить и благодарить Всевышнего за этот знак, который мы получили. Нельзя говорить плохо про людей, которые являются святыми, кошерными и так далее. То есть, если человек злодей, то это злодей. Тут другие законы. Но если человек хороший, мы не можем своими домыслами, своими словами его очернять. Это запрещено делать по отношению друг к другу. И это мы учим из поступка Мириам и о том, как Всевышний ее наказал тогда. Девятое. Помнить о том, что Всевышний дает тебе силу на свершение. Значит, здесь, несомненно, следует благодарить Всевышнего за все, в чем тебе сопутствует успех. За все твои значительные свершения, просто за пропитание. Нельзя быть неблагодарным гордецом, возомнившим о себе, что добился для себя всего сам. Это как раз касается каждого из нас. То есть, все, что есть у нас, это подарок Всевышнего. У каждого из нас. То, что мы можем говорить, то, что мы можем дышать, то, что мы можем шевелить рука. Смотреть то, что есть интернет сейчас. Спасибо Всевышнему. То, что есть за все, за все, за все. Все это человек только пытается что-то делать, но у одного получается, а у миллиона не получается. Поэтому, если у вас что-то получается, то спасибо Всевышнему. Это нужно помнить и каждый раз благодарить Всевышнего за то, что дает тебе силу на свершение. И последнее память об Иерусалиме. Помни, за что был разрушен Иерусалим. За напрасный плач, навлекший на все поколения плач о разрушении двух храмов. Значит, вот это нужно вспоминать каждый день. И каждый должен добавить к этому персональные воспоминания. Ежедневно благодарить Всевышнего за то, что значимо для него лично. Например, мужу стоит благодарить Всевышнего за жену, а жене за мужа. Каждый пусть благодарит за родителей, за учителя. И приводит он тут пример, что был такой люблинский провидец, который 15 лет каждый день по полчаса благодарил Всевышнего за своего учителя. Он говорит, теперь я понял, почему люблинский провидец получил как дар пророчества. То есть, благодарность это самый, это вход ко Всевышнему. То есть, еще раз напомню, начало Равшала Маруша, что он говорит, что благодарность это и есть самый работающий, самый важный способ соединиться со Всевышним. И когда ты благодаришь Всевышнего, чем больше ты его благодаришь, тем больше ты с ним соединяешься. Чем больше ты с ним соединяешься, тем больше в тебе вот этого Всевышнего, Божественного Света, силы Всевышнего, благословения и так далее. Поэтому, если вы хотите в этом мире реализовать потенциал, своей души, то благодарность это самый важный для этого инструмент, рычаг, ресурс. И 16 урок мы сейчас, значит, из книги Равзелик Плистин «Gratitude». Он говорит такую вещь. Это прямо практическое сейчас задание. Значит, он говорит, don't take things for granted. Он говорит, не принимай вещи, которые есть у тебя, как будто бы они тебе гарантированы. И дальше он приводит вот такую интересную вещь, что чем больше есть у человека хороших вещей в жизни, тем меньше он за них благодарен. То есть он говорит, ты делаешь человеку первый раз добро. Он говорит спасибо. Второй раз ты делаешь добро. Он говорит спасибо. Третий раз он уже спасибо не говорит. Он уже привык, что это ему гарантировано. Он уже к этому привык. А что благодарить-то, да? За что благодарить? То есть вот так мы привыкаем в отношениях к хорошему. Потом у человека появляется, выходит новая модель телефона. Он говорит, блин, я так хочу этот телефон, я мечтаю об этом телефоне. Потом он покупает телефон. Вау, классно, у меня есть этот телефон. Все. После этого он уже не благодарит за этот телефон, он уже хочет новый телефон. Говорит Равзелин Клизкин. Если вы хотите вернуть ощущение благодарности, то нужно выбирать один день в неделю. Вот я вам советую сегодня взять этот день. И перестать считать, что что-то вам это гарантировано, обещано и положено. А вот именно сегодня все вещи, с которыми вы взаимодействуете, считать, что вы их сегодня получили в подарок. Попробуйте. Ваши там близкие родственники, муж, жена. Вау, у вас есть книга. Эту книгу, она у меня давно, но это же подарок Всевышнего. Это подарок небес. Спасибо, что эта книга, она у меня есть. Да, вообще, как будто бы первый раз. Вот такая лампочка у меня есть. Да, знаете, это когда-то я ее заказал. Это лампа для, ну, для съемок. И вот я ее заказал. В тот момент, когда я заказал, мне она была нужна. Я так радовался, такая лампа, она моргает, вот так красиво. Но потом я перестал ей радоваться. А сегодня, как будто бы у меня она появилась в первый раз. Спасибо Всевышнему за эту лампу. И так далее. То есть, он советует один день в неделю проживать, как будто бы вам ничего не гарантировано, ничего не положено. И все, чем вы пользуетесь сегодня, это подарок и пришло в вашу жизнь первый раз. Попробуйте это сделать, вы увидите, как жизнь изменится. Это будет удивительно. И у вас ваш список того, за что вы благодарите Всевышнего, он моментально в этот день вырастет в десятки раз. И потом всю неделю просто благодарите за то, что вы снова оценили как подарок Всевышнего. Потому что все, что у вас есть сегодня, когда-то вы об этом мечтали. Просто, когда вы это получили, вы перестали это замечать. Вы, я тоже, все то же самое. Все, всем желаю повышения благодарности, через повышение благодарности связи со Всевышним. А когда у вас будет связь со Всевышним, Всевышний знает, что вам дать, как вам помочь, как улучшить вашу жизнь. Но уже момент благодарности улучшит ее в тысячи раз. Все, спасибо вам огромное, что вы приходите на вроде. Спасибо вам огромное, что вы поддерживаете платформу Вайкра. Спасибо вам огромное, что вы любите Всевышнего и что вы молитесь, соблюдаете заповеди. Мы для этого и создали платформу «Воекра». Спасибо Всевышнему, что дал возможности, силу, энергию нам жить, работать и делать полезные вещи. И спасибо Всевышнему, что дал нам разум различать между добром и злом, и что мы поняли, где находится добро, и что мы это добро прямо усилили, усилили своими действиями и, естественно, своей благодарностью. Все, я молюсь, чтобы закончились все войны, чтобы все злодеи, которые начали войны и хотят продолжения войны, чтобы все они исчезли, передумали и так далее, чтобы все пленные, раненные вернулись домой, и чтобы зло было уничтожено, и в мире восторжествовало добро, божественный свет, любовь, добро, чтобы победило и в Украине, и в Израиле, и во всех странах, где сейчас злодеи активизировались и, значит, пытаются, пытаются раскачать ситуацию, чтобы мы мирные люди, чтобы мы тоже пострадали. Чтобы Всевышний дал силу добрым, хорошим людям. Счастливо.